Добрый вечер, в эфире новости. В студии работает Самат Секенов, сурдоперевод Джангуль Жунисовой. И сегодня в выпуске вы увидите. К отчистке улиц Семея от снега привлекается дополнительная техника. На данный момент снег вывозится с главных магистралей. В работах задействовано 115 единиц спецтехники и более 100 человек. В Семее будет создана сортировочная линия для твердобытовых отходов производительностью 100 тысяч тонн в год. Сейчас за счет Акимата проводятся тендерные процедуры на разработку проектно-сметной документации. К 120-летию Шакира Абенуллы в музее-заповеднике Абая открылась специальная выставка. В ней представлены предметы, связанные с жизнью и творчеством поэта. Об этих и других событиях более подробно. В Восточном Казахстане будет создана сортировочная линия для твердобытовых отходов. Акимобласти Даниил Ахметов совместно с Европейским банком реконструкции и развития и товариществом с ограниченной ответственностью оператор расширенных обязательств производителей обсудил реализацию проекта по модернизации системы управления твердобытовыми отходами в городе Семей. Проект предусматривает строительство комплекса по сортировке мусора на полигоне твердобытовых отходов, а также комплексов механической и биологической очистки. Он будет принадлежать государственному коммунальному предприятию Акимата города. Отметим, что три года назад Акиматы области и города Семей подписали предварительное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании этого проекта. По словам главы региона, банк одобрил важный экологический проект. К сентябрю текущего года необходимо установить мусоросортировочную линию в Усть-Каменогорские семьи производительностью 100 тысяч тонн в год. В настоящее время за счет средств Акиматов проводятся тендерные процедуры на разработку проектно-сметной документации и на строительство зданий и инфраструктуры. В Усть-Каменогорские семьи будут установлены новые мусорные контейнеры. За счет оператора расширенных обязательств производителей будут доставлены 760 желтых евроконтейнеров, 1046 синих и столько же желтых решетчатых евроконтейнеров. До конца месяца в два города прибудут 12 единиц современной спецтехники европейского стандарта. Кроме того, к октябрю этого года будут созданы пункты приема вторичного сырья от населения. В 2022 году работа в этом направлении будет продолжена. За последние два дня в Семее выпало значительное количество осадков, из-за чего передвижение жителей города сильно усложнилось. Неочищенная проезжая часть и заваленные снегом тротуары вызывают критику семичан, отмечающих некачественную работу ответственных коммунальных служб. В свою очередь руководство отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявляет, что обильный снегопад и метель порядком усложнили работу коммунальных предприятий, отвечающих за зимнее содержание улиц города. В связи с этим в последние два дня к уборке снега и его вывозу привлекается дополнительная техника. В течение двух дней непогода с сильным ветром и обильным снегопадом стала настоящим испытанием для семичан. Из-за занесенных снегом дорог плохо ходили автобусы. Автотранспорт простаивал в пробках и заторах. Даже по тротуарам передвигаться стало довольно проблематично. Снега очень много, очень тяжело ходить. Вот нам надо в школу, а идти невозможно. Насчет снегоуборки хочу сказать, что у нас очень тяжело с этим в городе. Например, нам тяжело передвигаться на коляске, особенно вот выходишь со двора, все это не убирают. Главные дороги-то ладно, тут машины ездят. Хотим, чтобы у нас убирались, почаще снег убирали, а не только там, где акимат, все это. Мы учимся в семье и видим, что снег плохо убирают. Очень много снега. Из-за этого престарелым людям тяжело передвигаться. К сожалению, коммунальные службы, ответственные за уборку снега и его вывоз, сработали не так оперативно и качественно, как хотелось бы. В результате снежные заносы на пешеходных тротуарах и накатанная колея на проезжей части дорог усложнили передвижение граждан. Но, по словам руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, подрядные и субподрядные организации, отвечающие за зимнее содержание улиц Семея, полностью задействовали имеющуюся технику. Даже пришлось привлекать дополнительную из других предприятий. На сегодняшний день, в связи с обильными снегопадами за эти 2-3 дня, у нас по городу работает снегоуборочная техника. На сегодняшний день 115 единиц техники вышло. На ночь у нас за сегодняшний день вышло 9 единиц автогридеров, 16 единиц щеток за ними вышло. И отработано порядка 12 улиц, 10-12 улиц по городу Семей. Также мы привлекли дополнительную технику. Это вывоз снега с тех наиболее, где надуло, с тех наиболее опасных участков. Сейчас различными видами техники вывозят снег на полигон, на загородный полигон. Отметим, что, как правило, после обильных снегопадов техника и дорожные рабочие активно убирают главные улицы и оживленные перекрестки с интенсивным движением общественного транспорта. К очистке проезжей части привлекаются тяжелые грейдеры и автощетки. Кроме того, для устранения гололедицы ведется посыпка дорог и автобусных остановок инертными материалами. В то же время, пока производится снегоуборка главных магистралей, второстепенные улицы остаются без внимания. Очередь до них доходит после того, как техника закончит очищать основные дороги. Но, как заверяет руководство ответственного отдела, в течение двух дней и на них будет наведен порядок. Да, есть определенные неудобства в части передвижения по таким немагистральным улицам. Но, смею заверить, что в течение вот этих двух дней мы приведем в город соответствие все это. Все улицы будут очищаться. На следующий день, дополнительно еще привлекается техника других организаций, то есть частного сектора и государственного сектора. К слову, владельцы автотранспортных средств порой сами препятствуют качественной очистке снега с проезжей части, оставляя свои машины вдоль дорог. Основные неудобства нам допускают то, что на проезжей части остаются припаркованные машины и большая техника их объезжает. Сейчас вот основные улицы у нас, это улица, где проходит общественный транспорт, мы это все отрабатываем. Вот этот процесс, все уборки, он находится у нас на контроле. Несмотря на то, что наступила календарная весна и март уже вступил в свои права, зима продолжает испытывать терпение семейчан обильными осадками и снежными метелями. Теперь остается надеяться, что коммунальные службы, ответственные за зимнее содержание дорог города, справятся со своей задачей и успеют убрать и вывести снег с улиц Семея до наступления паводкового сезона. В этом году Казахстан отмечает 30 лет своей независимости. За этот период было сделано немало для улучшения социальной и экономической ситуации в стране. Но самым важным шагом на пути развития стало создание Ассамблеи народа Казахстана, которое является уникальным гражданским институтом, объединившим под одним шанраком десятки различных этносов. С момента обретения независимости наша страна сделала большой шаг на пути развития и сохранения стабильности и мирного неба над головой. Сегодня Казахстан является дружелюбным государством, служащим примером для других стран. В 1995 году создана Ассамблея народа Казахстана, аналогов которому нет ни в одном государстве. Этот институт содействует сохранению в республике межнационального и межконфессионального согласия. Габдулхака Хунжанов является членом Ассамблеи народа Казахстана с момента ее создания. За его плечами огромный опыт практической работы активиста-общественников, участия в очередных и внеочередных сессиях Ассамблеи. По словам Габдулхака Габдуловича, он с большой гордостью называет себя казахстанцем. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что мы казахстанцы, и наряду с изучением и развитием казахского языка, обычаев, традиций казахского народа, мы в свое время возрождали, а теперь развиваем и дальше сохраняем свою национальную татарскую культуру, язык, обычаи, традиции своего народа. Большая роль в сохранении мира, стабильности отведена Ассамблея народа Казахстана. И сегодня как перед казахстанским народом, так и перед Ассамблеей стоят большие задачи, большие цели. Казахстан стал общим домом для депортированных народов из разных уголков Советского Союза еще в 30-е и 50-е годы прошлого столетия. Казахская земля радужно приняла не несколько миллионов человек. И это несмотря на то, что тогда были тяжелые времена, говорит председатель Восточно-Казахстанского областного объединения немцев Лилия Гончарук. Всего где-то порядка, если мне память не изменяет, 5,5 миллиона человек попало в Казахстан. Вот, казалось бы, куда, где, да? И тем не менее, а это еще сюда я добавила полтора миллиона людей, которые осваивали целино. И вот вместе эти люди научились, вначале они научились вместе жить. Несмотря на то, что у них разные религии, несмотря на то, что у них разные обычаи, традиции, не говоря о языке. Председатель еврейского этнокультурного центра Аркадий Резник родился в Казахстане, как и его отец. Но он хорошо знает традиции, культуру и историю своего народа. Это благодаря тому, что наша страна уважает каждого гражданина, проживающего на этой земле, говорит мужчина. 30 лет – это, с одной стороны, кажется много, а с другой стороны, в историческом плане это буквально как миг. Но и вот даже за этот миг можно посмотреть, каких впечатляющих результатов добилась наша страна. Создание абсолютно уникальной структуры, которая объединяет все народы, живущие в Казахстане. А это, безусловно, на уровне, наверное, книги рекордов Гиннеса, такое количество национальностей, проживающих в нашей стране. И такие уникальные институты, как Ассамблея народов Казахстана, как съезд мировых религий, которые проходят регулярно в столице. Сегодня Казахстан – независимое демократическое и правовое государство. Здесь сохраняется равенство прав и свобод граждан, независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии. Безусловно, это и есть главный механизм сохранения спокойствия и мирного неба над нашей страной. Теперь прием документов для первоклассников будет начинаться не с июня, а гораздо раньше. Такие изменения были вынесены для того, чтобы родители могли не торопясь определиться со школой и собрать необходимые документы для поступления. Подробности у наших корреспондентов. С этого года прием документов для первоклассников начнется с 1 апреля. Такие изменения, во-первых, удобны для родителей. У них появится возможность заранее определиться со школой, собрать необходимые документы для поступления и сделать это не в летний отпускной сезон. Во-вторых, это должно разгрузить очередность в поликлиниках, что сейчас очень важно. Необходима фотография 3х4 в электронном формате. Справка о состоянии здоровья ребенка – это формы 026-086, которые хорошо знают все родители. Уже сейчас родители могут проводить полное медицинское обследование детей в семейных амбулаториях. В точке зрения администрации школы эти изменения также упрощают процессы планирования деятельности. Руководство школы сможет закупать необходимое количество учебников и вовремя их доставлять, распределять часы, определять состав педагогов в зависимости от количества классов. По окончании учебного года школа сможет знать о количестве учащихся, принимаемых в первый класс на следующий учебный год, комплектацию класса и полную информацию о нагрузке учителя. Кроме того, родители смогут заранее прийти и познакомиться со школой, познакомиться с педагогом и учебным процессом, а также получить полную информацию. Важно, чтобы родители заранее планировали поступление детей в школы и вовремя подавали необходимые документы. Как вы знаете, уже несколько лет у нас ведется набор в первый класс в электронном формате. В этом году работа будет вестись также. В этом году прием в первый класс будет осуществляться через портал электронного правительства ЕГОВ. Кроме того, теперь благодаря индивидуальному идентификационному номеру ребенка вся информация о нем и о родителях будет помещена в базу данных. Это поможет избежать лишней бумажной волокиты и других долгих процедур. Также, если раньше школа должна была зачислить малыша в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директора издается в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений. Это касается только тех семей, которые живут на участке школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Бахатгуль Казес, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. Продолжаем выпуск. В Государственном музее заповедники Абайжи Дибай-Бурели к 120-летию народного поэта Шакира Абенулы открылась специальная выставка. В экспозиции представлены предметы, связанные с жизнью и творчеством поэта, хранящиеся в фондах музея. Новые произведения, отражающие личность Аксакала, его песенное наследие и предметы прикладного искусства. В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Акима города Семей Айдар Садырбаев, дочь поэта Сана Шакир Козе, специалисты культуры, а также представители интеллигенции. На протяжении почти 20 лет Государственный музей заповедника Абаяжи Дибай-Бурели вносит большой вклад в пропаганду литературного наследия поэта Кьюиши и композитора Шакира Абенулы. На выставке, посвященной 120-летию поэта, представлены экспонаты, свидетельствующие о многогранности его личности. Здесь можно увидеть рукописи, хранящиеся в фондах музея, уникальные документы, а также изделия прикладного искусства, переданные его дочерью Саной Шакир Козе. И, конечно же, особое место в экспозиции занимают стихи и песни, поэмы и рассказы поэта, изданные в разные годы, книги и фотографии научно-познавательной направленности. На сегодняшней выставке мы постарались показать все таланты, которыми обладал Шакира Абенулы, представили все его творения. Он был мастером по изготовлению предметов из железа. Для своих родственников он сделал специальную кожаную сумку. Также здесь можно увидеть разные шкатулки, сделанные его руками. Конечно же, на выставке мы представили рукописи и воспоминания поэта. Шакира Абенулы играл на аккордеоне и балалайке. У него был ястреб, которого он приручил и держал дома два с половиной года. На выставке вы можете увидеть манекен этой птицы. С 2003 года в качестве отделения музея Абая в селе Хундуздэ Абайского района функционирует дом-музей Шакира Абенулы. В нем собраны интересные трогательные материалы и предметы, рассказывающие о жизни и творчестве поэта. Руководит музеем дочь Ахсахала Сана Шакирхазе. Каждый год в марте месяце музей Абая проводил творческие вечера. В этом году мероприятие особенное, потому что люди могут познакомиться с реликвиями моего отца. Умение хранить реликвии и говорить о них, и рассказывать это искусство. Готовится к изданию двухтомная книга. В нее вошли около десятка ранее не публиковавшихся историй. Всего на выставке представлено около 120 экспонатов. Принявший участие в открытии Колембай Алимбекулы, видевший поэта при жизни, поделился своими впечатлениями. Шакир приехал в деревню во время войны. С его приходом многое изменилось. Я был с поэтом в период его жизни, с 44 по 94 года. Он мог очень красиво говорить, обладал большой дальновидностью и разбирался в любом человеке, будто рос вместе с ним. К 120-летию Шакира Абенула в стране планируется проведение ряда масштабных мероприятий. В рамках запланированных работ будет обновлен музей поэтов в селе Хондозде. Кроме того, к Международному дню музея в Национальном музее столицы планируется организовать выставку, посвященную народному поэту. В Семее в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Инцидент произошел 3 марта около 4 часов 30 минут утра по адресу Билибая 23. На место возгорания были направлены 8 единиц пожарной техники и 30 человек. На момент прибытия пожарных подразделений огнем полностью была охвачена кровля деревянного дома, а также открытым пламенем горели две квартиры. Слаженные действия спасателей позволили справиться с огнем в кратчайшие сроки. Из горящего дома огнеборцы успели вытащить два газовых баллона. В ходе проведения разведки из дома были вынесены двое погибших. Хозяйка квартиры 1946 года рождения и ее сын 1976 года рождения. Предварительно огнеборцы рассматривают три версии, которые привели к пожару. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи или аварийный режим электрооборудования. На месте пожара было создано 4 звена КЗС. В ходе разведки и тушения пожара квартира номер 2 обнаружена 510-й, дробь 2. Мужчина примерно 1946 года рождения и пожилая женщина. Дом на четырех хозяина барачного типа выполнен полностью деревянной. Площадь пожара примерно 108 квадратов. И в завершение выпуска штормовое предупреждение от управления по чрезвычайным ситуациям города Семей. 4 марта местами ожидается метель, туман, гололед. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Специалисты управления просят горожан и гостей города соблюдать меры безопасности при неблагоприятных погодных условиях. Напомним, наши новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»